Приглашаю вот на этой волне, на эту сцену следующего нашего спикера. Сейчас вы его сразу на самом деле узнаете. Человек, который не нуждается в представлении. Итак, следующий наш спикер. Бизнесмен, блогер, путешественник Сергей Толер. Ваши аплодисменты. Раз, 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 да. Если я не нуждаюсь в представлении, зачем вы меня представляете? Ну, это моя работа. Да, здравствуйте. Меня зовут Сергей Толер, я блогер и... Ох, ничего себе, как мою презентацию изменили. Меня попросили рассказать о своей биографии. О том, как я докатился до той жизни, которой я живу сейчас. Поэтому это будет рассказ о том, как я родился, женился, учился. И дальше все по графику. Давайте начнем с самого начала. Коротко. Родился. Значит, родился я в Украине, в Харькове. Когда мне был один год, против моей воли родители перевезли меня в подмосковную Дубну, потому что они говорят, что все время, пока они меня везли, я все время громко плакал, мне явно не хотелось никуда уезжать. Тем не менее, я застал то время, когда мы еще сидели на диванах перед телевизором, мы чистили картошку. Я играл на гитаре, курил на крыше, в итоге женился. После этого я стал менеджером. Сейчас мы перейдем к тому, что вам будет немножко интереснее, потому что я так понимаю, что вы здесь все профессионалы и предприниматели. Я стал менеджером. Менеджером я стал в компании Philips. Это большая компания. Была смешная история, потому что я ходил на собеседование в эту компанию шесть раз. Они меня спрашивали каждый раз, собеседовали. В итоге они сказали, слушай, чувак, ты такой клевый, мы очень хотим тебя взять, но мы не знаем куда. В итоге они придумали под меня позицию, взяли меня, и в первый рабочий день я проспал. Я проспал, мне звонит Human Resource, говорит, вы что, решили все-таки к нам не выходить? Я говорю, извините, проспал. Было очень неудобно, но тем не менее, я два года проработал в компании Philips, после чего я понял, что, наверное, я хочу как-то дальше развиваться. Я ушел из этой компании, я стал предпринимателем. Я основал свою компанию, я стал заниматься вначале продажей аксессуаров Philips и развитием их. То есть все вот, я, грубо говоря, начал заниматься тем, что я продавал наушники Philips. Тогда, когда я начинал этим заниматься, вы когда приходите в магазин, вы приходили в магазин M-Video, Eldorado, Dial Electronics, тогда еще было техносила, первое, что вы видели, вы видели стиральные машины, телевизоры, наушников там вообще не было. Это сейчас, после того, как Mediamart появился в России, сначала продается дешевый шняжный товар, импульсивный, в который человек заходит, он его берет, а холодильники где-то вообще на втором этаже, в самом заднем углу зала продают. Но тогда этого понимания еще не было. Компания моя называлась Soundline, была достаточно большой и успешной. В итоге, я могу сказать, что она просуществовала 16 лет. В следующие 16 лет я был ее единственным владельцем и генеральным директором. У меня работало 140 человек под конец, и в последний год оборот компании был 82 миллиона долларов. Не рублей, а долларов. Это была большая-большая компания. Мне, тем не менее, это все надоело. Я стал искать себя в чем-то другом. Например, я открыл ресторан. Я подумал, ну клево ведь, когда у вас свой ресторан, можно бухать бесплатно и есть бесплатно, как бы приходишь, все тебя встречают, все так хорошо. Я открыл ресторан, он назывался только бар, тоже посуществовал 5 лет. Потом я его закрыл, ну, бухать бросил, закрыл. Об этом чуть позже. Что еще? Я стал искать какие-то... Ну, мне не стало пресно жить, да? То есть я хотел жить как-то ярко. Я стал путешествовать. Путешествовать, я стал много, денег было достаточно, соответственно, ездил куда только можно. Что еще? Я подумал, ну, нельзя же путешествовать только и жить только для себя в свое удовольствие. Нужно какой-то общественной работой заниматься. Я стал общественным деятелем. Например, я сделал... Я как-то ездил в Астрахань, и там я фотографировал рыбаков. Рыбаки, которые сидят на берегу, ловят судочкой. Потом я фотографии стал обрабатывать, я увидел, что все эти рыбаки, они, ну, в мусоре. То есть там какие-то бутылки пустые, пакеты, пачки. Я стал в фотошопе этот мусор убирать. А потом понял, что надо не в фотошопе мусор убирать, а убрать реально страну. И я тогда уже был блогером, я написал, «Ребят, давайте вот в какой-нибудь день все вместе выйдем по всей стране и уберем свою дворовую территорию». У меня в первый год вышло 16 тысяч человек в разных городах на улицу убирать свою территорию. На второй год это было уже 30 с чем-то человек, тысяч человек. И в последний год, третий год, когда я это делал, это было 50 тысяч человек в 182 городах России. В один день вышли на улицу, акция называлась «Блогеры против мусора». У меня был такой челлендж. Могу я, человек, который не обладает никакой властью, взять и что-то изменить в своей стране? У меня получилось. Я считаю, что это все вышло. Естественно, я почувствовал вкус жизни. Когда у вас есть деньги, то ты понимаешь, что можно все. И не в смысле, что дозволено все, а ты можешь все, можешь все, что хочешь. Соответственно, ты можешь все, что хочешь есть в любом количестве. Икра, услицы, бургеры, все, что угодно. Ты можешь все, что хочешь пить. Ты можешь напиваться Луи 13-м до состояния, когда с утра ты встаешь с постели и падаешь головой о стену, на которой висит картина, разбиваешь ее. Это было в одном очень дорогом отеле. Мне очень неприятно это вспоминать. Но к чему это можно все приводит? Это можно все приводит к тому, что ты меняешься. Ты меняешься в размерах. Я за эти годы, пока мне было можно все, я немножко набрал веса. Если в университете я был 70-75 килограммов, то здесь я стал 127 килограммов. Я стал... Ну, у меня появились некие проблемы с излишним весом. Давайте я вам покажу короткий ролик. Добрый день. Меня зовут Сергей Доли. Ну что, доброе утро всем. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что, поехали! Да, ну вот поехали. И что произошло? Поехал я в больницу. Потому что мой нездоровый образ жизни, он привел к тому, что сердечко у меня тук-тук-тук, а и все. Я попал в реанимацию, меня там дефибриллятором перезагрузили. Я лежал в больнице, в палате, ко мне пришел врач, который сказал, это был диетолог, эндокринолог. Она посмотрела на меня, сказала, ты хороший парень, у тебя есть выбор. Либо мы с тобой будем видеться часто, но недолго, либо мы будем видеться редко, но проживешь ты долгую счастливую жизнь. Выбирай. И ушла. И я такой лежу и думаю, да, нужно что-то менять. А к этому моменту я уже реально был там. Когда у тебя свой ресторан, ты приезжаешь каждый день в ресторан, официанты сразу ставят тебе бокальчик вина. Они знают, что как только он заканчивается, нужно принести новый. Водитель тебя отвозит домой. Ты хорошо живешь, ты ни о чем не думаешь, но в итоге это все закончилось в больничке. Что я для себя решил? Я для себя решил, что, наверное, я хочу пожить подольше. Наверное, я уже выпил все, что можно было выпить в этой жизни и выкурил все, что можно было выкурить. Поэтому я тут же бросил курить. С того дня я не выпил, не сделал ни глотка алкоголя. Прошел уже 4 года, я уже бросил пить. Поэтому я и закрыл ресторан, потому что, знаете, у меня был бар. И когда ты не пьешь, бар особо смысла не имеет, потому что ты туда перестаешь ходить, и он перестает работать. В итоге за следующие 7 месяцев я похудел со 127 килограммов до 83. Выглядело, я каждый месяц себя фотографировал, выглядело это примерно следующим образом. Это вот так, и сбоку, пожалуйста, все, что хотите. Значит, как я это сделал? Вообще, изначально я должен был рассказывать о том, как это сделать, что такое ЗОЖ, но мне сказали, давай расскажи лучше о чем-нибудь другом. Поэтому я коротко. Значит, кто знает, что такое ЗОЖ? Здоровый образ жизни. А что такое здоровый образ жизни? Так вы сейчас 100 килограмм весите. Откуда знаешь? Потому что я езжу 8. Да, 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 я действительно сейчас поднабрал. Я сейчас расскажу, где и что я с этим делаю. Да, да, да. Нет, ниже нет. Значит, давайте ЗОЖ. ЗОЖ – это правильное питание. Черт, он меня сбил, я теперь не могу рассказывать. ЗОЖ – это отказ от алкоголя. Это то, о чем я рассказывал. ЗОЖ – это минимум 30 минут активности в день. Это любой активности. То есть можно мусор выходить, выбрасывать или еще что-то делать. ЗОЖ – это регулярный медосмотр. Вы должны понимать, что, например, в Корее каждый человек обязан раз в год пройти медосмотр. Медосмотр, включающий проктолога, когда ему делают очень неприятные процедуры. И если вы такой медосмотр не проходите, то вашего работодателя штрафуют за то, что вы не прошли. Потому что такой медосмотр позволяет предвидеть раковые заболевания, находить их на ранних стадиях. И такой медосмотр позволяет нации в целом стать намного здоровее и жить дольше. Я все-таки вернусь к 100 килограммам. И я думаю о них. Значит, я вам сейчас расскажу дальше о своих поездках. Недавно я вернулся из кругосветного путешествия. Я вам подробнее о нем расскажу. Я за 70 дней объехал вокруг света на автомобиле. И за эти 70 дней я набрал 11 килограммов. 11 килограммов, потому что я жрал в основном сосиски в тесте на заправках и бургеры. Но я уже пятерочку сбросил за месяц после этой кругосветочки, за полтора. Я уже пятерочку сбросил, так что я вернусь в норму. Сейчас вы главное слушайте, чтобы понять, как я это делаю. И тоже, если вам это понадобится когда-нибудь, чтобы вы это могли сделать. Значит, режим дня и гигиены, безопасный секс. Про безопасный секс, ладно, рассказывать не буду. Значит, я не буду долго рассказывать о том, как я это делаю. На YouTube есть ролик. Зайдете в Google, напишите, как худеть легко. Первый ролик, который вылезет, это вот этот. Вот увидите его, зайдете на YouTube и посмотрите. 20 минут всего лишь потратите, будете знать, как я это делаю. Если коротко, то в принципе я там говорю о приоритетах. То есть у нас, у каждого в жизни есть приоритеты. Если я вам сейчас скажу, кто в спортзал ходит каждый день? Вот, два человека. Значит, а почему остальные не ходят? Нету времени. Нету времени. В общем, есть все время какие-то оправдания. Почему вы не делаете что-то, что вы знаете, что будет для вас полезно? Я прямо сейчас приведу один простой пример про приоритеты. Допустим, вам сейчас позвонят и скажут назад. Здрасте, я ваш сосед снизу. Вы меня затапливаете. Срочно домой. Вы все бросите. Какие бы важные встречи у вас не были, какие бы важные дела у вас не были, вы все бросите и сломя голову понесетесь домой чинить эту трубу. Вот вам вопрос насчет нету времени или есть время. Это не нет времени, есть времени. Это вопрос приоритетов и то, как вы эти приоритеты для себя расставляете. Значит, еще раз. Сергей Доля в Ютюбе. Заходите, смотрите. Значит, что дальше? После того, как я похудел на вот эти 45 килограммов, что произошло со мной? То есть ради чего все это происходит? Ради чего мы худеем? Ну, у меня началась жуткая апатия и депрессия. Потому что, ну да, я худой, но алкоголя нет, никотина нет. Друзья все бухают, мне с ними неинтересно. Что делать-то? То есть реально жизнь, вместо того, чтобы... Я вижу, как девчонки, которые просили, чтобы я вам все рассказывал. Реально жизнь, вместо того, чтобы стать... Ого-го! Стало... И что делать? В общем, неожиданный поворот, я понимаю. Значит, что стал делать я? Я погнался за эмоциями. Я стал еще больше путешествовать. Я стал пытаться найти какие-то необычные места. Например, вот это волки. Это настоящие волки. Это не собаки. То есть есть, например, аттракцион в Норвегии. Ну, как аттракцион? Вас запускают в большой вольер с волком, и, пожалуйста, делай с ним, что хочешь. То есть ты, когда туда заходишь, тебя, конечно, инструктируют. Вот они говорят, ты зайдешь, сядешь на колени, руки прижмешь, и все. И дальше как бы доверься волку. Волк подойдет, он тебя оближет с головы до ног, потому что волки таким образом здороваются. Они так и знакомятся с человеком. И то есть вот ты сел, заходят волки, которые между собой постоянно грызутся. Каждый к тебе подходит, каждый тебя облизал. Я, честно говоря, думал, что волк будет, знаете, псиной такой мокрой пахнуть. Вообще никаких запахов. Вообще никаких запахов. Потому что волк-то хищник, его не должны почувствовать, его добыча не должны почувствовать. Вот это вот интересное место. Это Шантарские острова. Кто знает, где Шантарские острова? Это в России. Значит, это Охотское море. Это между Хабаровском, грубо говоря, и Сахалином. Туда можно добраться как с Сахалина, так и с Хабаровска. Попасть туда мега дорого и сложно, потому что туда можно попасть только вертолетом. Ты сначала из Хабаровска едешь 16 часов на автобусе, потом 3 часа летишь на вертолете, и потом еще едешь 5 часов на катамаране. Но это место удивительное абсолютно, потому что, например, на Шантарских островах есть бухта. Ты живешь, вот представьте себе, ты живешь вот в одной из этих вот палаточек. В любой момент, как ты выходишь из палатки, ты видишь, ну, минимум 5 китов. И это не маленькие киты, это гренландские киты. Это вторые по величине киты в мире, которые там живут. Самое удивительное, когда ты сидишь ночью в этой палатке, и вдруг ты слышишь, как будто рядом стройплощадка. Кто-то начинает забивать сваи. То есть просто, и ты такой, вокруг же никого нет. Я сюда сутки практически добирался. Что это может быть? А это кит. Кит взял, вытащил хвост и начинает хвостом лупить по воде. Звук очень громкий. Но их настолько много. Посмотрите, например, вот эта фотография сделана с коптера. Здесь 17 гренландских китов, которые выстроились в форме сердца. Обратите внимание, это вообще уникальная вещь. Плюс у нас там, конечно, была удивительная история, потому что мы в один из дней, представьте, мы проснулись, мы жили в палатках. Не в этой бухте, в другой. И нам говорят, ой, там скит, там у нас скит пришел. А мы жили как бы на берегу протоки. Думали, ну что за кит там может прийти? Оказалось, что маленький китенок, ну как маленький, 12 метров длиной, зашел в протоку с приливом. А когда начался отлив, выйти обратно он уже не смог. Соответственно, он там сел на мель и оказался у нас прямо перед палатками. Мы в портере сидим, вот как вы. Вот, грубо говоря, мы сидим. И вот, пожалуйста, кит, который уже сначала двигался, потом перестал двигаться, потому что он уже сел на мель. Мы его там спасали. Мы его пытались как-то поливать. Мы пытались как-то что-то с ним делать. Но в итоге, конечно, он ушел после того, как наступил прилив, и он с приливом ночью через сутки ушел. Что? Моряк? Нет, ушел через сутки, потому что прилив, который через 6 часов, он не такой большой, его было недостаточно. Там у нас один прилив чуть больше, второй чуть меньше. Что еще? Вот это вот самое кругосветное путешествие, о котором я говорил. Я стартовал в Москве, доехал до Сингапура. Давайте я вам покажу короткий ролик. Меня зовут Сергей Доля, и я отправляюсь в кругосветное путешествие. Моя задача – объехать земной шар все 6 континентов всего лишь за 70 дней и побить рекорд Жюля Верна. Почему 70 дней компанией Land Rover, на чьих машинах мы передвигаемся, в этом году исполняется 70 лет? Чтобы отметить это событие, мы решили взять два автомобиля Land Rover и проехать на них вокруг света. Я буду прятать по дороге карту. Вот такую. Каждый день будет возможность выиграть призы. Начинается второй день нашего кругосветного путешествия из 70. Мы пока что еще бодры духом. Третий день, пятый день, десятый. Пятнадцатый день нашей экспедиции. Мы в Китае, наконец-то. Двадцать пятый день экспедиции. Сегодня 1 июля. День 27, вторая попытка пересечь границу Лаоса и Таиланда. Двадцать девятый день, Паттайя. Тридцать четвертый день экспедиции. Малайзия. Мы в Сингапуре. Это местный Land Rover клуб, который приехал к нам для того, чтобы нас проводить. Они нам покажут дорогу в аэропорт. Тридцать восьмой день экспедиции. Мы в Австралии. А ну-ка, эшпернаты-е! 45-й день экспедиции начинается с прекрасного чилийского утра. Мы перелетели из Австралии в Чили. 49-й день экспедиции, и мы прибыли на североамериканский континент. Попали в ураган здесь, в Канзасе. Я первый раз такое вижу, но у нас град с куриное яйцо. 61-й день, и мы в Марокко. Мы в Мюнхене. 69-й день у нас сегодня. 70-й день. Спасибо, спасибо, да. Ну вот, это примерно то, как... Да, давайте я, ладно, Land Rover уберу. Вообще я отрезал конец этого ролика. Ну да, то есть, я просто хотел о чем сказать? О том, что жизнь моя, да, она изменилась. Да, у меня была компания, большая, которая приносила очень много денег. Но в какой-то момент мне надоело это все, потому что это... Ну, купи-продай. Да, это было купи-продай, но, может быть, в больших объемах. Большие какие-то сделки, контракты, интересные бренды. Но мне это было неинтересно. Я начал путешествовать, и я понял, что есть другая жизнь. Я понял, что свой бизнес, он хорош только тогда, когда он приносит тебе удовольствие. После 16 лет, когда мне перестало приносить удовольствие оптовый бизнес, бизнес электроники, я от него избавился. Я его продал связному. И дальше у меня все стало очень хорошо. Я смог посвятить свою жизнь постоянным путешествиям. Я сейчас посетил уже 127 стран или 127 с чем-то. Был там два раза на Северном полюсе, три раза на Южном. Завтра улетаю на Азорские острова смотреть на китов, опять же, и плавать с кашалотами. После этого возвращаюсь, через три дня улетаю в Антарктиду. Возвращаюсь, через два дня улетаю на Мадагаскар. У меня очень яркая, насыщенная жизнь. Но, тем не менее, конечно, деньги где-то надо зарабатывать. И у меня есть бизнес, который мне нравится. Это BroBrolab. Это сервис Apple, авторизованный. Мы являемся премиум Apple Provider Service. В Москве всего лишь два сервисных центра, у которых есть звание премиум. Это значок качества, который выдает Apple. И вот один из них, это мой сервис. У нас была одна точка, был сервис-бутик рядом с Павелецким вокзалом. Сейчас мы открыли вторую совместно с NVIDIA в их магазине в авиапарке. Проблема этого сервиса у нас одна. То, что мы принимаем клиентов только по записи. И запись открывается в субботу, грубо говоря, в 7 вечера. И в субботу к 9 вечера уже вся неделя расписана. То есть люди не могут к нам попасть, потому что мы свой бизнес построили немножечко по другой стратегии. Я этот бизнес вижу, что сервис-центр – это не только то место, куда вы должны прийти для того, чтобы починить свой айфончик. Сервис-центр – это все-таки то место, куда вы приходите общаться. Я пошел и взял стратегию Starbucks. Потому что в Starbucks вы ходите не только за вкусным кофе. Вы ходите за хорошим настроением, вы ходите за атмосферой, которая там есть. Потому что когда вы заходите в Starbucks, с вами здороваются по имени, если вы туда заходите регулярно. Если нет, вас спрашивают, как вы зовут. Подписывают ваш стаканчик. Вот примерно эти же принципы я постарался, мы постарались воплотить в нашем сервисе. И сейчас это, безусловно, лучший сервисный центр Москвы по ремонту техники Apple. И Apple, когда если вы позвоните в офис Apple, спросите, у меня сломалось то-то, куда пойти. И они в первую очередь рекомендуют именно нас. Значит, что еще? После того, как я похудел, меня пригласили на телевидение. И у меня на Match TV была своя программа. В прошлом году 8 выпусков, которые назывались «Инспектор ЗОЖ». Я тогда выглядел чуть лучше, чем сейчас. Но я обещаю, я вернусь туда. Что еще? Ну, чем еще я занимаюсь? У меня есть великолепная семья, дети, которых я ращу. И так, а как же так? Подождите. А здесь должна была быть фраза вместо этой... Как же она называлась-то? Главная цитата большими буквами. Ее должны были оставить. Ее, ну, я понял, организаторы подколдовали над моей презентацией, потому что я хотел, чтобы эта фраза, главная цитата большими буквами, осталась именно здесь. И потом я выпустил эту фотографию. И суть-то была в том, что я не знаю, какой цитатой завершить это выступление, потому что я хочу ее завершить вот этой фотографией. Что основная суть? Мы сегодня говорим о будущем. Не надо доводить себя до предсмертного состояния, как это сделал я ради того, чтобы что-то изменить в вашей жизни. Если вы считаете, что ваша жизнь может быть улучшена, не надо ждать понедельника, не надо ждать 1 января, не надо ждать, пока у вас сердце остановится. Как у меня это вот уже было второй раз, после того, как я похудел. Мы поехали на перевал Дятлова на снегоходах зимой. Был тяжелый снег, была такая погода очень теплая. Снег был липкий, очень тяжелый. Снегоходы постоянно застревали, мы их вытаскивали, а это 300 килограммов. В итоге я там немножко перенапрягся, у меня опять стукануло сердечко, и мне вызвали скорую. Скорая меня с перевала Дятлова до ближайшей больницы эвакуировала 36 часов. Ну просто мы так далеко забрались. Хорошо, что у меня были какие-то лекарства, таблетки от кардиолога, которые меня поддерживали, на которых я, собственно говоря, и выжил. Но основная суть, основной посыл – не доводите себя до ситуации. Измените свою жизнь сейчас. Если вы думаете о будущем, не ждите, когда к вам в палату придет кардиолог и скажет, ну все, еще пять раз и до свидания, заказывай себе там на кладбище местечко. Я уложился в тот тайминг, который мне выделили, и три минуты сказали оставить на вопросы, так что я буду рад вопросам. Ваши аплодисменты, Сергей Доля. Я считаю профессиональный гедонист. Гедонист? Да, человек, который преследует удовольствие, и сейчас это удовольствие здорового образа жизни. Очень здорово было наблюдать за вашей историей. Поступили некоторые вопросы, и я надеюсь, они сейчас будут поступать. По мере нашей беседы, если они у вас есть, воспользуйтесь тем самым мобильным приложением. Ну или так, но давайте уже будем следовать регламенту, так у нас будет задокументировано все. Если бы не саундлайн, возможно ли было все это? То есть очень многие посмотрели, так классно, человек путешествует по всему миру и все остальное, но надо же что-то… Как зарабатывать? Нет, нет, нет. Возможно ли найти спонсора в духе ленд-ровера и отправиться с ними? Нужны ли для этого стартовые капиталы, чтобы отправиться в кругосветное путешествие? Конечно. Без этого никак? То есть поработать сначала придется все-таки? Вам все равно нужны деньги для того, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Деньги эти вы можете получить разными способами. Безусловно, вы можете найти спонсоров, но спонсоры не дают деньги просто так. Они говорят, о, ты клевый парень, на тебе несколько миллионов рублей. Нет, у тебя должна быть репутация, вот то, о чем сейчас говорили до этого. У тебя должна быть репутация, и они должны знать, что ты не подведешь, ты сделаешь то, что обещал. Сергей, вот раз заговорили про репутацию, про спонсоров, извините, воспользуюсь, что называется, моментом. У меня есть двоюродный брат. Его зовут Антон Пуговкин. В данный момент он сейчас находится в Гималаях вместе со своим напарником по команде. Их всего лишь двое по фамилии Лозо, и так Пуговкин и Лозо. Что они делают? Они лезут бескислородно вдвоем на восьмитысячники в Гималаях для того, чтобы спуститься на горных лыжах вниз. Такого еще в истории советского российского альпинизма никто не делал. Более того, ну ими уже заинтересовались GoPro, там Red Bull, там прочее, прочее, прочее. Все только на деньги спонсоров и их чистом энтузиазме. Но вы правы, да, репутация. Потому что они накануне, в предыдущем году, забрались подобным же образом на вершину в Монослу и спустились вниз на лыжах. И тогда ими всеми заинтересовались. То есть вы считаете, что какой ваш опыт привел вас в итоге ко всему этому? Ну и заодно маленькая такая вот речь. Да, можно я отвечу, да. Нет, а как ужиться в мире умных устройств? А это уже не моя, да, следующая презентация? Да, да, как ужиться в мире. До этого мы еще дойдем. Я не очень понимаю, вопрос-то в чем? Хорошо, это я просто решил тоже похвастаться. Я тоже хотел похвастаться. Ну действительно, лезут в Гималайф пожелаемому удачи. Нет, они молодцы, они молодцы. Для того, чтобы куда-то полезть, вы должны либо обладать каким-то социальным капиталом, либо вы должны уметь делать что-то уникальное. Но эти ребята явно умеют делать что-то уникальное. Соответственно, ими и заинтересовались GoPro и так далее. Хорошо. Что вы будете делать, когда закончатся все страны на планете Сибири? У меня нет задачи посетить все страны. То есть я не езжу по всем странам, я не собираю галочки. Хорошо. Что дальше тогда? Я уже сказал, Азорские острова. Нет, после, когда вам надоест ставить галочки. Ну, надоест ставить галочки. Я сейчас стал думать, что делать дальше. И вчера я подписал с РЕН-ТВ большой контракт. У меня будет часовая ежедневная передача, начиная со следующего года, на РЕН-ТВ про путешествия. Прекрасно. Замечательно. И вот начали поступать вопросы от собравшихся здесь. Ну, я тянул специальное время. Ева Ильиной спрашивает. Сергей, спасибо за выступление. Супер. Скажите, пожалуйста, у вас большая команда, в том числе тех ребят, кто ведет соцсети? Нет, я один все это делаю. Спрашиваю, потому что многие блогеры сейчас обращаются за помощью, желая делегировать эту часть, изнанку, в блогерской жизни кому-то. Я пробовал это делать, это плохо получается. Ну, то есть, контракты с рекламодателями, пожалуйста, есть агентство, которое ведет там переговоры с рекламодателями и ведет контракты. Но именно контент создавать нужно... Творчество. Да, потому что это же твой блог, это личный блог, это не издательство. Понятно. И еще один вопрос. Вот спрашивает Алексей Сологуб. Град из ролика машины помял? Да, да, машина вся была как шагреневая кожа. У нас на лобовом стекле был скол такой большой, огромная трещина. И весь капот, и вся крыша, к сожалению, под замену. Но машины были американские, мы не наши, американского представительства. Потому что у нас на каждом континенте были свои машины новые. Понятно. Спасибо. Ваши аплодисменты. Сергей Доля. Человек, который путешествует везде. И по жизни в том числе. Спасибо.